Что такое современная Россия и каково ее место на этой самой карте человечества? Мы понимаем, что сейчас Россию активно превращают в страну изгоя. То есть создается такой образ какого-то странного, нелепого государства, от которого непонятно, чего ждать, условно говоря, просвещенному миру. А на самом деле Россия – государство, которое вынашивает в себя огромную планетарную идею. И русский космизм как раз может быть этой идеей, потому что русский космизм сочетает в себе, как бы это действительно с одной стороны идея национальная, потому что здесь действительно это идея, собственно, подъема отечественной космонавтики, подъема науки, так сказать, культуры, образования, вот как бы сфокусированных вокруг этой глобальных задач. В то же время это идея планетарная. То есть идея освоения космоса, идея регуляции природы, продления человеческой жизни – это общие задачи, которые как бы все человечество объединяет. И вот Россия, она как раз может их предложить глобальному миру на каком-то новом витке. То есть она может выйти с какой-то мирной планетарной задачи. В свое время Владимир Соловьев, он, собственно, так определял, так сказать, русскую идею. Он говорил, идея нации не то, что она сама думает о себе во времени, а то, что Бог думает о ней вечности. То есть какие-то... И вот в русский космизм он как бы аккумулирует в себе, собственно, все вот высокие идеальные идеи, которые когда-либо вообще вот Россия вынашивала в себе. Потому что это идея новой экономики, уже экономики сотрудничества, не экономики как бы такого капиталистического соперничества государства и вытеснения конкурентов из этого экономического поля. А это идея обустраивания планеты. Вот Сергий Булгаков в философии хозяйства, он говорил, мир как хозяйство. Он напоминал как бы первую заповедь, которую Бог дает человеку, заповедь обладания землей. То есть мир как хозяйство, это другая экономика, экономика сотрудничества, экономика регуляции, которая опять же думает о том, как не только бесконечно выкачивать те же ресурсы, нефть, так сказать, природный газ и так далее, как учиться возобновлять ресурсы, как переходить на новые источники энергии, причем решать это нужно человечеству в целом, человечеству сообща. Это экономика, которая кладет как бы в основание развития благо каждой личности, потому что русский космизм, он персоналистичен, он действительно говорит о том, что каждый человек, который родился на планете Земля, это существо абсолютно уникальное, неповторимое, призванное к счастью, призванное к совершенству, безграничному развитию, призванное к участию в общем деле вот в этой творческой работе как бы всего человечества. Русский космизм не делит народы и, скажем, государства мира на более развитые и менее развитые, на те, которые как бы входят вот в этот золотой миллиард, вспоминаем знаменитую современную концепцию золотого миллиарда, и те, которые, так сказать, страны-доноры, которые обслуживают будут этот золотой миллиард. Нет, для русского космизма мир – это симфонический оркестр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова